Здравствуйте! В эфире рубрика «Знать на 5» в студии Татьяна Веницкая. Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Верно заметил русский советский писатель, сценарист и педагог, журналист и военный корреспондент Константин Георгиевич Поустовский. Большинство из нас разговаривают вполне грамотно, но иногда многие теряют уверенность в своей речи, начинают запинаться, употребляют слова с ошибками. Когда вы разовьете грамотную и красивую речь, то перестанете теряться в любых ситуациях. Наша рубрика поможет в этом. Рассмотрим правильное окончание во множественном числе таких слов, как тренер, директор, бухгалтер, инженер, ректор. В русском литературном языке существительное мужского рода второго склонения «тренер» имеет форму именительного падежа множественного числа. Тренеры. Тренера говорить неверно. Часть слов, обозначающих профессию или род занятий мужского рода во множественном числе, имеют окончание «ы». Инженер – инженеры, бухгалтер – бухгалтеры, ректор – ректоры. Другая часть существительных, обозначающих профессию, должность, звание, наоборот, имеет ударное окончание «а». В форме именительного падежа множественного числа. Повар – повара, доктор – доктора, директор – директора, профессор – профессора. Запоминаем эти нормативные формы и в случае затруднения обращаемся к словарю. У каждого из нас свой стиль одежды. Важно, чтобы одежда была не только красивой, но и опрятной, чтобы в ней было удобно. В гардеробе обязательно найдется несколько вещей из джинсовой или джинсовой ткани. Если следовать строгой литературной норме, то рекомендуется произносить данное слово с ударной гласной «о» второго слога – джинсовой. Красуйтесь в джинсовом сарафане, в джинсовых рубашках, в джинсовых юбках и будьте неотразимы. Чтобы научиться красиво выражать свои мысли, необходимо внимательно слушать тех ораторов, речь которых вам нравится. Также не забывайте о таком полезном навыке, как чтение. Кроме того, это могут быть разнообразные учебные программы, статьи и рубрики. Сейчас мы рассмотрим ошибки в словах, фразах, которые часто допускают. В здоровом теле здоровый дух. Как хорошо чувствовать себя прекрасно. Учиться, работать, чтобы ничего не беспокоило. А тому, кто приболел, мы желаем поскорее выздороветь. В этом глаголе часто допускают ошибку. В конце слова пишут букву «и». Это неправильно. Как правильно «выздороветь» или «выздоровить»? Значение этого слова оправится от болезни, стать здоровым. Слова «выздороветь», «выздоровел» пишутся с буквы «е», который обозначен безударный глагольный словообразовательный суффикс. В рассматриваемом слове следует написать ту же гласную, что и в однокоренном глаголе без приставки. «Здороветь», «выздороветь». Это нужно запомнить. Во всем хорошо придерживаться меры. Когда готовишь блюдо, важно его не пересолить и не переперчить. А то получится суп пересоленный или пересоленый. В таком слове ударение падает на слог с буквой «о» – пересоленный. Это прилагательное употребляется в значении «очень соленая пища». Есть такая пряность – куркума. Многие хозяйки готовят с ней вкуснейшие кулинарные шедевры. Часто произносят название специи неправильно. Говорят «куркума» – это латинское слово. И ударение падает на второй слог. Совершенствуйте свою речь каждый день. Это сложно, но возможно. Говорите правильно, ведь всегда хорошо знать на пять.